Начало конфликта было положено в далекие 90-е годы. Семья Васильевых приобрела брошенный участок земли. Люди получили на руки книжку членов садового товарищества и постановление главы города о праве пользования. После чего начали возделывать землю и обустраивать участок. Этот же забор, эти же ворота, ну вон домик, вон душ, там туалет, там сарай. А деревья сколько мы сами посадили? Розы, цветы, ну все. В зиму я тоже все сажала для своих детей, клубника у меня. Несколько лет подряд в правомерности той сделки никто не сомневался. Люди пользовались землей, регулярно вносили членские взносы. Эти сведения внесены в садовую книжку. Затем была объявлена первая волна бесплатной приватизации участков. Завершилась и вторая. Но Васильевы не торопились оформлять землю в собственность. Думали, успеют. Когда нам отдавали участки, мы их все приватизировали первый раз. Потом люди начали бросать. Просто бросить это самое. Потом начали мы предлагать, значит, или оформлять, или отказывать. Нам дали право всем обществам брать от них отказ и перераспределять другим. Все изменилось в октябре 2016-го. На участке появился новый собственник. Последовало обращение в суд и отказ семье Васильевых законно оформить брошенный участок. Они сказали, что мы не можем найти ее письменного отказа. Но мы ездили в архив, нам просто его не дадут, этот отказ, потому что мы никто. Это надо или запрос суда, или адвокаты. Наступил летний сезон, а Васильевы не имеют возможности пройти на участок, забрать вещи и насаждение. Может, для кого-то это и мелочи, но садоводы так не думают. Привыкли мы к этой земле. Своими руками обрабатывали, кое-что построили, там жалко бросать. Кстати, соседи советуют Васильевым разбить огород на соседнем, тоже заброшенном на деле. Но они уже научены, что у любого участка земли есть или был владелец. И именно с ним или наследником непосредственно надо оформлять сделку. Елена Давыдова, Виктор Яковлев, Новости дня.